Я всех приветствую на своем канале Infamity Infam и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось соединить несколько тем. Первое это пасхальные поздравления, второе это показать вам ручную работу иконы моего отца и также вам рассказать о том, как происходит Пасха здесь в Европе. Не то что рассказать, а может кое-что показать, какие-то снимки, показать вам сладости, которые здесь продаются. Дело в том, что во время Пасхи или даже пару дней до Пасхи мне пришлось срочно уехать по более чем грустным обстоятельствам, о которых, конечно, я говорить не хочу, но я решила, что все равно мне бы хотелось вас поздравить. Я думаю, что пожелания и добрые слова, они всегда к месту, всегда вовремя. Хотела бы вам пожелать и вашей семье, вашим близким, вам лучшим друзьям только радости в жизни, счастья, умиротворения, душевного спокойствия, чтобы вот этот светлый огонёк, который чувствуется во время Пасхи, чтобы он был с вами не только в этот день, но и радовал вас также и в другие дни, чтобы вы чувствовали вот это душевное спокойствие, чтобы вы прощали грехи другим, чтобы вы были милосердными и чтобы вы были, конечно же, добрыми, и чтобы так же люди относились и к вам. Вот как выглядит мой молебный уголок. Итак, что же у меня здесь? У меня здесь мой молитвослов, по которому я, конечно же, молюсь. Он был мне подарен моим дядей. Вот, ещё очень-очень давно. И здесь у меня ещё у нас такой вот ангелочек, который был подарен другом моему мужу. И две вот такие вот прекрасные иконы, которые рукописные, созданы моим отцом. Венчальные были нам подарены на венчание. Одна – это икона Господа Вседержателя. И вторая – это икона Пресвятой Богородицы. Приблюжусь, чтобы вам показать детали, насколько это просто прекрасно сделано. Просто, ну, я не знаю, очень тонкая работа. И здесь, видите, это золочение. И это роспись по дереву. Если вдруг вам тоже захочется рукописные иконы, дайте мне знать. Я вам дам контакты моего отца. Вставлю вам тоже несколько фотографий, то, что он делал. Правда, у него фотографии не очень хорошего качества. Но просто, чтобы показать, какая красота вообще. Не знаю, каждый раз он показывает свои работы. Когда мы с ним общаемся по скайпу. И я просто, ну, настолько на удивление прекрасная. Прекраснейшая же работа. Во время Пасхи тема яиц, конечно же, очень и очень актуальна. И здесь, например, помимо наших, как у нас, вот, крашеных яиц, есть еще и шоколадные яйца. Как раз, их как раз больше всего дарят всем, и родственникам, и друзьям. Они бывают разные, с цветочками, и маленькие, и огромнейшие. Такие вот забавные даже с очечками для детей. И, конечно же, вы видите, здесь из яичка выскакивает зайчик, потому что здесь также есть пасхальный зайчик. Его все дети ждут, потому что он обычно в саду прячет в зелени яйца, подарки, шоколадные яйца. И вот детки его с нетерпением ждут, и затем ищут яйца. А вообще-то, как происходит здесь паса? Ну, как? Скажу, что религиозная сторона как-то немножко отходит на второй план, и большую часть, конечно же, люди ходят в ресторан. Поэтому я вот решила вам заснять прошлогодний наш обед, такой пасхальный, просто чтобы вам показать, как он примерно выглядит. На заднем фоне у меня, конечно же, там есть яичко, если вы видите, вот такое синенькое. Это на первое было такое вот красивое блюдо. На второе был ягненок. Да, обычно всегда вот ягненок подается. У меня, например, это был в сливовом соусе. Конечно же, очень красиво выглядит и очень вкусно. И, как обычно, всегда, конечно же, десерт. Снова же еще одно произведение искусства. На этом-то и все. Мне бы хотелось подарить вас еще раз, пожелать вам и вашей семье всего-всего самого наилучшего, счастья, крепкого здоровья. И я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Я говорю вам до следующей встречи в новых видео. Всех целую. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!